Добрый день, Владимир Владимирович, меня зовут Гржелик Александр Андреевич, я из Санкт-Петербурга. Я отец несовершеннолетней девочки 20-го года рождения, Гржелик Мария Александровна. Я столкнулся с безразличием органов государственной власти, абсолютным безразличием, и серьезной волокитой в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Так получилось, что 19 сентября 23-го года моя супруга увезла в неизвестном направлении мою дочку, нашу общую дочку, и не дает общаться абсолютно. Я обратился с двумя исковыми заявлениями в суд, это об определении места жительства и об устранении препятствий в общении с ребенком. Значит, первое исковое было 4 сентября 23-го года, второе исковое – 10 октября 23-го года. В результате предварительные, только предварительные заседания были назначены на 15 февраля 24-го года и на 11 апреля 24-го года. То есть, разумный срок судопроизводства был превышен многократно. Честно говоря, все из рук валится, когда не знаешь, что с твоим ребенком. Органы полиции сообщают, что они там в одном месте, по другому месту пишут, что они в третьем месте, никто не может найти. Я не знаю в настоящий момент, какими законными правовыми путями можно защищать интересы отцовства и права ребенка. Много бумаги, много отписок, много заявлений. Но ни один из органов власти не предоставил мне возможность фактически пообщаться со своим ребенком. Все ведомства, исполнительные органы власти Санкт-Петербурга, Министерство внутренних дел, прокуратура пишут, мол, обратитесь в суд. А с такой волокитой это звучит, как будто издевательство. Обратитесь в суд и годами судитесь там, пока ребенок будет расти каждый день. Это какая-то вопиющая несправедливость по отношению к ним. Хотя по Конституции семья, дети, отцовство, материнство – это основополагающие вещи в Российской Федерации. Прошу помочь. Ведь даже если бы не было препятствий, можно было бы определить место и общаться нормально с ребенком, не так мучительным был бы и суд. А получается, что все органы государственной власти просто волокитят. И относятся к защите детей формально. Мол, родители должны делать и все. Это также относится к органам опеки, которые говорят, что мы ничего не можем сделать, мы только с усыновленными детьми работаем. Спасибо большое. Для примера я продемонстрирую несколько видео общения с ребенком. Догоняй, догоняй, догоняй. Ох, молодец какая. Ох, здорово. Ты умница, так быстро бегаешь. Вот умничка. Дай поцелуй тебя. Умница моя. Поцеловать-то дашь? Устала, что ли? Молодец. Чемпионка у меня больше. Как тебе на гимнастике? Скажи, пожалуйста. Мам, можно еще? Понравилось? Вот так вот садить идем. Походу опоздаем сегодня. Придется завтра пораньше вставаться. Мама. Мама. Папа, пойдем, 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 все равно на шутки ручки. Давай проверим. Смотрите, у тебя носочки промокли или нет? Нет. Ладно, пойдем. Папа, давай ко мне. Папа, давай. Ты ко мне на ближки? Да. Вкусная малинка. Это не малинка. Покажи ягодку, которую ты ешь. Это черника, да? Черника. Черника. Ага. Тебе нравится она? Возьмем. Немо рта не клади. Давай с второй руки клади в ротик. Смотри. А где еще такая? Ну, 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 все, все, вот так вот, 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 смотри, еще одна вот. Возьмем? Скажи свои ощущения от чернички. А, как вкусная! Ой, ты моя. Вот эти вот вкусные малинки, а другие, чем вот эти вкусные. Ага, понятно. Красные не очень вкусные, а вот эти темно-синие, они вкусные, да? Угу. Понятно. Брусника кислая, а черника сладкая. Угу. Черника мне больше надо. А где еще черника? Пойдем искать. А где те, кто это делает? » Да? Продолжение следует...